ребят мы шатаемся по выставке в поисках чего-то интересного естественно сначала обращаем внимание на смартфоны компьютеры планшеты потом смотрим на разные гаджеты теперь мы добрались до смартфонов и мне кажется я нашел самый странный бесплатный смартфон который показали на выставке ифа 2018 это смартфон zti axon 9 pro вот когда мы снимали видео про смартфон sony многие люди писали это страна компания как бы не идет по следам трендов ну вот берем и смартфон который пытается идти по следам трендов типа вот вам тренд монобровь вот вам тренд камера перевернутая двойная как у айфон и большинства других смартфонов трендово ну вот типа получаете трендовый смартфон цена 650 евро за китайский смартфон с full hd экраном монобровью snapdragon 845 и какими-то дополнительными не существует существенными функциями вопрос а что на сегодняшний день можно купить себе за 650 евро 600 евро это приблизительно 700 баксов просто давайте прикинем за 700 долларов можно купить себе да практически любой смартфон даже от и бренда пусть это будет прошлый там флагман либо даже текущий флагман но неофициальный там она сером рынке к примеру если посмотреть там на ценах в прайс агрегаторах на и каталоге то можно обратить внимание что за 700 баксов выбор смартфонов просто огромен и здесь нам предлагают китайский смартфон на 8 андроиде с обычными техническими характеристиками с очень заезженным внешним видом вот если я вот так на него посмотрел со стороны я бы сказал что это вообще даже не айфон а xiaomi mi8 который стоит там почти в два раза дешевле чем он давайте пробежимся по техническим характеристикам просто я не мог пройти стороной это как бы обновление потому что все о нем пишут все кричат что вот за ты и выпустила новый аксон когда-то аксон и были прикольные когда не только появились на рынке то есть они немножко отличались от других смартфонов теперь скатились тоже вот такое вот копирование увы ну то есть за 650 евро мы получаем смартфон с экраном 6,2 дюйма это экран по размеру ну практически такой как у пиксель 3xl который выйдет немножко позже это разрешение 2248 на 1080 точек то есть full hd соотношение сторон правда такое какое-то непонятное 18.7 к 9 это амолед экран здесь у нас идет две камеры здесь одна камера на 20 мегапикселей эта камера на 12 и 12 насколько я помню есть оптическая стабилизацию камеры кстати приложение выглядит камеры как-то вот очень так довольно аскетично то есть все-таки поработали на собственным интерфейсом этого смартфона 6 гигов оперативки и 128 гигабайт постоянной памяти аккумулятор здесь кстати на 4000 миллиампер час то есть такой же аккумулятор как у huawei p20 про то есть теоретически этот смартфон должен держать долго мне кажется что даже когда делали дизайн этого смартфона смотрели именно на huawei p20 про потому что видите вот такая вот глянцевая задняя спинка нестандартного цвета переливается не так красиво как у huawei но блин 650 евро это оверпрайс за смартфон марки за ты из ты это не сильно популярный китайский бренд и уж точно как бы не популярней чем сяоми meizu и другие бренды слишком дорого за смартфон на таком железе сейчас уже производители дают точно такое же железо за в два раза меньшую стоимость и чем думала компания когда выпускала вот это непонятно то есть очень обычный непримечательный смартфон не знаю напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой модели мне даже добавить больше ничего я попытался понять почему компания просит за этот смартфон 650 евро так мне это не получилось но однако здесь есть одна функция которая отличает этот смартфон от конкурентов с таким же железом это защита от влаги и пыли ip68 если вы обратите внимание все производители которые делают подобные флагманы в китае которые делают их там за 400 баксов за 450 за 380 даме 8 и другие бренды у этих смартфонов нет защиты от влаги и пыли здесь же есть защита от влаги и пыли здесь есть и на все есть поддержка беспроводной зарядки то есть принципе технический набор хороший но кто это будет покупать я не думаю что кто-то это будет брать но то есть вот я сейчас пытаюсь протестировать камеру делаю сэлфи и прочие вещи ну как бы да но в принципе на уровне того же ми-8 но 650 евро то есть 700 баксов все равно это очень дорого но смотрите камера и якобы есть эффект баке я пытаюсь фотографировать себя с эффектом баке он размывает вообще что угодно только не те то что нужно на то есть у меня размытие идет уже по волосам по ушам по бороде ну очень очень сыровато и пока никак мы начали рыть дальше спрашивайте представителя компании типа какие фишки этого смартфона еще есть что еще можно нарыть единственное что нам сказали что этот смартфон якобы может переводить автоматически 29 разных языков здесь есть отдельное приложение speech translator то есть он улавливает голос да и переводит его на нужный вам язык в принципе полезная функция но как она работает я не знаю я не могу сейчас здесь прям проверить тут очень шумно чтобы с кем-то поговорить чтобы он там услышал человека и перевел ну то есть как бы но это просто софтовая программа я думаю что даже в google play маркете либо же appstore есть куча приложений которые умеют приблизительно то же самое здесь попытались это завязать на искусственный интеллект но я думаю что никто даже не будет проверять не мы не проверим не потенциальный покупатель не проверит потому что ну камон 2018 год 700 баксов за смартфон китайского производителя который ничем не отличается грубо говоря от аналогов вот такая вот штука вот так и приходится друзья ходить по выставке и начинаешь понимать что вроде бы смартфон это самая главная категория которую можно снимать которые будут смотреть и интересоваться а потом даже в ней понимаю что черт а снимать то уже по сути нечего приходится сейчас ходить искать какие-то интересные штуки дрюки какие-то флешки жесткие диски карты памяти чтобы снять хоть что-то интересное потому что все безумно уже как бы повторяется все одно и то же поэтому вот так либо подписывайтесь на канал следите за видосами с ифа 2018 будем на связи давайте еще в телеграме подпишитесь там тоже у меня будет некая информация за как бы гранью выставки буду бэкстейджи писать уже после рассказывать о том как мы это все дело провели какие сложности были в общем до скорых встреч пока